Друзья, приветствуем вас на нашем канале, на связи Лилия и Ренат Хамедулина. Мы наконец-то доехали до знаменитого отеля Центара Гранд на острове Пхукет, и сегодня вас с ним будем знакомить. Только давайте сразу договоримся, с нас очень подробный обзор, а с вас поддержка нашему каналу в виде лайка. Около этого храма, посвященному лорду Брахми, я вам расскажу, что вас ждет в этом обзоре. Мы с вами обязательно посмотрим территорию, посмотрим пляж, детский клуб, различные бары, рестораны, обязательно какую-то категорию номера также посмотрим. Также заглянем в спа-центр, фитнес-центр, посмотрим, какие здесь есть активности, поделимся какими-то фишками. Я думаю, во время видеообзора вы сможете прочувствовать этот отель, насколько он подходит вам и решится, бронировать вам его или нет. Мы сейчас с вами посмотрим величественную рецепцию, на которой расположился корнер Starbucks. Что меня здесь восхищает, так, конечно же, этот водопад. Который сразу же уже создаёт такую какую-то необыкновенную атмосферу. И каждый гость уже в предвкушении своего отдыха. Для удобства гостей есть также зона с кондиционером. И небольшой сувенирный магазин с банкоматом. Именно так будут вас встречать в отеле Центара Гранд. Вот такими вот приветственными напитками. А сегодня напиток с вот таким вот цветком. Я сейчас попробую. Очень много льда. Вкусно. Очень важный момент, который обсудили как раз-таки только сейчас, это про наличие депозита. В отеле Центара Гранд депозит составляет 2000 бат в сутки, который вы можете оставить либо наличными, либо карточкой. Можно также оставить долларами, потому что понятно, что баты перед отъездом вам не нужны будут. Эти баты должны быть умножены на то количество ночей, сколько вы будете пребывать в отеле. То есть, если 10 ночей вы будете пребывать, то, соответственно, 2000 бат умножаем на 10 ночей. Как думаете, завтрак нас впечатлит или нет? Обязательно поделимся и расскажем. К нам подошли официанты, предложили, чтобы мы заказали кофе. Пока ждем кофе. Лили сейчас отснимет ассортимент питания, чтобы вы знали, чем здесь кормят. Очень много гостей. Видно, что отель полный. Мы с вами потихонечку начнем знакомиться. Здесь предлагают гостям тайский холодный чай. Вижу такое впервые. Далее пошли уже вариации соков. Тоток с водичкой. За этими крышками спрятались сыры. Это был сливочный сыр. Там сыр чадар с такими ломтиками. Сыр с плесенью. Оливки. Копченая курица. Куриная баллония. Здесь уже какая-то мартаделья. Не знаю даже, что это такое. Это индийское блюдо. Вот здесь вот тоже. Теперь идем к следующему корнеру. Кактофель. Помидоры такие маленькие. Черри. Грибы. Куриные сосиски. Тоже какие-то другие сосиски. И бекон. Ой, вот эту станцию я люблю. Я обязательно сюда сама подойду. Здесь у нас с вами суп. Куриный. В Таиланде действительно мы просто яйцами с вами не отделаемся. Потому что здесь всегда все гораздо богаче. И вот здесь вот как раз таки делают индийские лепешки роти. Плюс еще есть яйца вареные. Мы же с вами уже движемся к другому стенду. Тоже хочу посмотреть, что здесь готовят. Здесь просто рис. Так, что-то не подписано, что... Это тоже запеченная фасоль, только как-то по-другому, да? Овсянка. Обойдем сейчас с вами этот кормер. Так, это что-то ему подобие фарша. Перец с курицей. Это уже нудлы. Это, по-моему, свинина. Да, это свинина. И мы уже двигаемся дальше. Соленые яйца. Здесь у нас вареный рис. Здесь у нас вареный рис со свининой. Переходим к фруктам. Корни фруктов приятные. Арбуз, мандарины. Притом, видите, разные вариации. Змени фрукты обязательно тоже попробуйте. Марахоя. Дыня, а вот тот слоткий, я даже не знаю. Так, здесь у нас уже пошли салаты готовые. И еще салат-бар, в котором можно здесь что-то собрать самим свой салат. Очень классный вкусный кормер. Здесь саладья. Вафли. Такие вот приятные варенья. Джемы. Это какой-то вкусный пудинг. Гостя ждут тостов своих. Потому что здесь у нас корнер выпечки. Тоже большой выбор. Вижу джемов. Маффины. И еще какая-то такая сладкая, приятная выпечка. И здесь можно еще заказать себе кофе. Дополнение. Чуть не забыла. И пропустила изначально вот такого форнера, где у нас с вами йогурты. Различные вариации молока. Сухофрукта. Такие вот кампутики из арбузов и дрэгонфута. Изюм. Классные мюсли. Молоко разное. Я смотрю, есть соя милк. И еще хочу вот этот сок из папайи. Ну, смузи или как-то правильно сказать, из папайи. Вышла на террасу. Здесь можно кушать и внутри, и снаружи. Здесь тоже, надо сказать, очень приятно. Особенно завтрак. Сейчас не жарко. С таким вот прекрасным видом на море. У нас рубрика, что мы едим на завтрак. Потому что это цены, это важно. А Ренат заказал мне по моей просьбе яйцо Бенедикт. Буду кушать. Далее, я очень люблю сыр с плесенью. Я его тоже взяла. Вот эта сосиска привлекла мое внимание, потому что она была с чесночком. Чесночок тоже очень люблю. Вообще, мы любим пряны, острые блюда. Поэтому в нашем рейтинге тайская, индийская, вьетнамская, китайская кухня. Вот они прям в топ-пятерок. Просто куриная сосиска. Вот такие вот фрукты. Ренат сейчас сам расскажет, что он выбрал. Завтрак у меня сегодня необычный. Я взял лапшу, копченую курицу, сыр, сосиску, хлебушек, масло, кофе, фрукты поем. В общем, замечательный завтрак. После завтрака в основном ресторане мы идем с вами осматривать единственный свободный номер. Дело в том, что отель стопроцентно заполнен. Сейчас мы вам покажем делюкс номер с видом на океан, который целых 49 квадратных метров, включая балкон. В этом номере можно разместиться максимально 2 плюс 1. Сюда дополнительно ставят еще одну кровать. Но есть такой же номер категории делюкс, где будет две кровати. Соответственно, уже тоже в номере делюкс может разместиться двое взрослых и двое детей. Сразу же с комнаты можно попасть вот в это пространство. Для гостей предлагается и ванная комната, и душевая. По приезду гостям предлагают комплимент. Сегодня это мандарины. Также есть зонтик, который можно использовать во время дождя. А сейчас мы вам покажем шикарный вид на море. Абсолютно во всех номерах Центара есть вот такой вот просторный балкон, где вы можете сидеть со своей любимой половинкой, что-то рассказывать, возможно, попивать какой-то напиток. Смотрите, делюкс с видом на океан, в котором мы сейчас находимся, это вторая по ступеньке категория номера. Базовая категория, просто номерак, который называется делюкс. И они могут тоже частично смотреть на океан, но чаще всего это смотрят, как правило, на сад. Мне очень радостно, что мы с Ренатом наконец в этот приезд, в эту зимовку попали в отель Центара, потому что важно держать руку на пульсе, важно чувствовать такие вот маленькие детали, которые, знаете, все равно камера не передает. Потому что мы во время этого осмотра видим, в каком состоянии мебель, в каком состоянии все же самые полотенца. И, конечно же, на наших личных консультациях, когда вы обращаетесь к нам как к турагентам, мы это досконально все рассказываем. В мини-баре комплиментом идет только вода. Также представлено за дополнительную плату крепкие алкогольные напитки и вино. Акцентирую на том, что здесь два вместительных шкафа, все чемоданы ваши поместятся. Тут представлены два халата, есть резиновые сланцы, чтобы ходить на море или использовать в номере также сейф. Друзья, отель полный, поэтому мы заняли такую локацию, чтобы сейчас объяснить в целом и показать хотя бы снаружи другие категории номеров. Итак, отель Centara Grand состоит из 8 корпусов, в 8 зданий. И плюс еще в дополнение есть 10 вилл. Вот прямо за моей спиной находятся премиальные номера, и сейчас мы вам их покажем. Сейчас наше все внимание будет вот к этому этажу. Обратите внимание, пожалуйста, что именно вот этот вот номер, у которого есть еще в дополнение, именно вот этот балкон, называется Premium Suite Private Pool, потому что у них еще есть бассейн. Далее соседние номера, видите, это уже просто делюксы со своими собственными бассейнами, потому что у них нет в наличии вот еще в дополнение вот такого вот балкона. Далее мы с вами поднимаемся на второй этаж и видим вот здесь вот тоже номера. Опять же, угловой номер у нас называется Premium Deluxe из-за того, что есть вот такой вот балкон. Здесь у нас уже просто пошли делюксы с видом на океан, да. То же самое касается этого этажа. А вот на последнем этаже это у нас уже спа номера. Почему они называются Premium Deluxe Spa? Все потому что у них на балконах есть джакузи. Рядом с основным рестораном расположился бассейн. Он только для взрослых. Также есть рядышком бар. Мы прогуливаемся по территории, чтобы тщательно изучить все уголки. По правую сторону находится ресторан, как раз где мы завтракали, а по левую уже остался бассейн только для взрослых. Отель утопает в зелени. Очень приятно прогуливаться, изучать территорию. В пруду плавают рыбки, растут лотосы. Видим второй водопад. Это не просто водопад. Здесь протекает целая ленивая речка. То есть по ней можно плавать. Я надеюсь, у нас получится поближе подойти еще и к водной горке. Мы подошли к экспоцентру. Сейчас зайдем и отснимем все, что позволит приватность. К сожалению, абсолютно все номера заняты. Поэтому только снимем здесь косметику, которая предлагается для гостей. И в принципе все. Все остальное вы узнаете, когда придете сами в спа. Выберете ту процедуру, которую вам захочется. И получится полный релакс. Рядом со спа расположился фитнес-центр. Сейчас мы вам его покажем. Молодец. При входе можно взять полотенце. Посмотрим, что из себя представляет фитнес-центр. Он такой довольно-таки просторный. Здесь техника от техно-джима. Подробнее остановимся около этой доски, чтобы вы знали, что вы здесь можете позаниматься своим личным, можно так сказать, тренером. Это будет стоить 500 бат. Всего лишь переводим в рубли или в тенге. Посмотрите по гуглу, поймете. Дальше групповых занятий, муай-тая, бокса нет. Только индивидуальные. Уже стоимость получается 1000 бат на данный момент. Также можно заказать себе индивидуальные уроки тенниса. Это тоже по стоимости 500 бат. Самое ценное и важное то, что, представляете, фитнес-центр работает 24 часа. Далее здесь такие вот доски активности, где звездочкой помечены те классы, которые будут за дополнительную плату. Допустим, йога по утрам, да, в 8.30, она безоплатная, здесь нет никакой звездочки. Есть еще занятия в воде, да, по утрам, стрейчинг я вижу, да, какие-то занятия тоже для детей. А вот уже занятия для детей муай-тай от 6 до 12 лет, это будет за дополнительную плату. Взрослый муай-тай тоже за дополнительную плату. Я вижу, что 2 раза в неделю занятия для детей муай-тай, и 2 раза занятия муай-тай для взрослых тоже в неделю за дополнительную плату. Здесь тоже у нас активности, какие-то на русском, какие-то за дополнительную плату, какие-то нет. Допустим, вот приготовление пиццы, это идет за дополнительную плату, да. Так, что еще? Пляжный волейбол, понятно, что это будет безоплатно. Нарисовать хной, да, как бы на детской площадке, это будет за дополнительную плату. В общем, отель старается, чтобы гостям было отдыхать здесь интересно, познавательно. Часто с Ринатом замечали, что многие гости, которые приезжают в какое-то выборное имя отель, и не получив достоверной информации, не пользуются полностью, спал на 100% всей инфраструктурой. Так вот здесь, наверное, про Центару Корон хочется рассказать им на дотошнее, чтобы вы понимали, потому что многие действительно не знают английский язык. Смотрите, отель дополнительно для гостей делает еще такие интересные, да, вечера. Допустим, каждый понедельник, среду, пятницу, субботу в 7.30 приезжает дуо-бэнд, где играют живую музыку. Далее, каждую субботу в босиком баре в 9 часов проходит вот такое вот фаер-шоу. Каждый вторник, каждый четверг приезжает тоже команда, чтобы поиграть для вас на саксофоне. Это будет уже в 8 вечера. Каждое воскресенье с 8 вечера до 10 вечера приезжает диджей и тоже играет для вас сеты. По средам вас будут ждать в отеле Центара в 7 вечера до 7.45 шоу танцев на Пхукете. А каждое воскресенье тоже уже другая команда приезжает в 7 вечера, чтобы показать вам тоже национальные красивые танцы. Мы сейчас идем в сторону мини-клуба. Этот мини-клуб работает с 9 утра. И, внимание, до 9 вечера. Такого мы еще не видели на Пхукете нигде. Пространство довольно-таки большое. Мы сейчас все внимательно с вами изучим. Рената уже прошел в игровую зону. Понятно, что в эти игры ребята играют абсолютно безоплатно. А вот все, что связано с автоматом, по стоимости составляет 10 бат. То есть это чуть меньше 30 рублей. Важно, что детки принимаются с 4 лет. Соответственно, вы можете их спокойно оставить и за детками присмотрят, поиграют. Если же у вас дети младше, то, соответственно, вы должны обязательно присматривать за ними в дополнение. Вот такие машинки. За моей спиной остался мини-клуб. По левую сторону ресторан, где мы сегодня завтракали. Он работает целый день. Мы сейчас находимся в зоне итальянского ресторана и бара, который выходит с видом на море. Бар Кост работает с 11 утра и до 23.00. Это своего рода как такой вот пляжный бар. Даже написано у них как пляжный клуб. Друзья, цены уже не кусаются для нас, прожив больше месяца. Пицца 320, маргарита паста 350. Так. Ну и пошлите посмотрим основной ресторан. Пройдем с вами, посмотрим, как внутри. В основном все гости сидят снаружи. Но внутри очень приятно. Вечером особенно, мне кажется, это классно сюда прийти. Будет такая приятная атмосфера. Мне нравится. Сейчас еще хочу познакомить вас с детским меню. Клево, что оно есть. Потому что порой после завтрака, допустим, мы еще не хотим есть, а дочка у нас хочет. Пицца маргарита 210 бат. Нормально абсолютно. Умножаем, получается, примерно где-то чуть меньше, чем на 3. Паста тоже в районе 200. А картошечка фри 120. Мороженое. В общем, каждый найдет все, что ему нужно. Друзья, мы пришли в босиком бар. Соответственно, по традиции, снимаю сланцы. Вот такой приятный бар с видом на море. Выходим с бэй-футбара. И нас уже накрыл мелкий такой приятный дождик. Но это никого не смущает. Посмотрите, какие активности проходят в отеле. И при том гостей очень даже достаточно, кто посещает это. Мне нравится, что рядом с бассейном еще сделали такую специальную песчаную зону. Мы с вами проходим маленькую еще одну аквагорку. И здесь по обратную сторону мини-клуба еще и есть вот такая вот детская площадка. С Ренатом показываем вам сейчас одну из двух водных горок. Она большая. Рядышком со мной расположилась уже маленькая аквагорка. Я сейчас приглашаю вас подойти поближе ко мне, чтобы вы посмотрели на состояние воды. Это очень важно. Мы сколько осматриваем сейчас отель Центара, видим, что вода в бассейнах чистая. Соответственно, плавать будет здесь комфортно, хорошо, без всяких ротовирусов. Надо сказать, что отелю 12 лет. Они никогда не делали полностью вот так вот раз, закрыли весь отель и сделали реновацию. Они каждый год, готовясь к сезону, буквально месяц назад, у них тоже завершилась очередная реновация. Они по чуть-чуть что-то здесь отреновировали, что-то там. Я вижу, что бассейн относительно новый. Видно, что современная какая-то такая плитка там лежит. Поэтому просто можете смело уже знать это и плавать. По линии в речке можно плавать вот на таких вот кругах. Вдоль речки приятные мостики, которые можно перешагивать и оказываться на другой части территории. Видим здесь разные тоже категории номеров. Шезлонги тоже разные. Где-то я вижу, что пластиковые шезлонги, где-то железные новые. Мелкий дождик. Птички поют. Есть еще вон такие приятные кабаны. Некоторые зоны, как вы видите, они в джакузи. Вход с такими небольшими ступеньками. Очень приятная детская зона. Знаете, такие немножечко в чем-то смешанные чувства. Я понимаю, что отель Центара, он высокого уровня. Сюда у нас, во всяком случае, ездили за все эти годы в основном VIP-туристы. Понимаю, что уже сейчас есть современные отели, которые мы тоже осмотрели уже в этом году. И знаем, какие новые классные высокоуровневые отели предложить нашим гостям. Но Центара тоже, честно признаться, чем-то нравится до сих пор нам тоже. Уже зажигают под макарену. Захотелось мне все-таки пройти и в этой части, чтобы побольше вам показать. Потому что именно там, где проходит сейчас занятие акваэробикой, есть бары. Я вижу, как уже часть гостей угощаются напитками. Кстати, вот эти кабаны идут за дополнительную плату, 2500 бат. Как мне сказали, сейчас только в отеле. Вот именно про вот этот вот бар я говорила, где гости могут сесть, присесть, плавать и угощаться разными коктейлями. Закончив знакомство с территорией вокруг главного бассейна, мы с вами движемся на начало хотя бы территории вилл. Несмотря на то, что они сейчас все заняты, но хотя бы взглянем атмосферу. Проходим с вами территорию Sunset. Здесь гости спокойно могут наслаждаться тишиной, когда классная погода, которая, как правило, в основном и бывает, загорает. Прямо в этом месте начинается территория вилл. Сейчас они все заняты, поэтому показать не сможем. Но атмосферу зеленую покажем. В каждом обзоре мы стараемся с Ренатом показать вам обязательно пляж. Мы сейчас находимся на пляже Корон. Он широченный, песчаный. По правилам Таиланда, ательер не имеет права ставить сюда свои зонты-шезлонги. Поэтому для гостей отеля Центара шезлонги стоят на газоне. А здесь уже гости могут просто прийти со своим полотенцем. Также помимо гостей Центара может прийти прогуляться, в принципе, хоть кто и поплавать хоть кто. Но на территорию, конечно же, отеля Центара войти не может, потому что здесь стоит охрана. Что хочется сказать? То, что отель уникальный тем, что занимает такую большую площадь по территории на таком одном из самых-самых популярных пляжей. И при этом, знаете, вот он в такой какой-то тишине, в таком какой-то уединении. Многие гости любят его, потому что здесь много разных категорий номеров. И, соответственно, вы тоже, когда захотите поехать сюда, вы тоже найдете номер любой по вкусу. Важно понимать, что отелю все-таки 12 лет, да, как бы это где-то чувствуется. Отель несовременный. Он очень подойдет, наверное, для людей семейных, для тех, кто вот любит такой вот какой-то, какой-то стиль, да. Чем-то он похож на вот индийский, тайский, да, то есть, ну, восточный что-то, что-то такое вот перекликается здесь, да. Завтраки, в принципе, вы видели, да, завтраки приятные, завтраки как хорошего пятизвездочного отеля. Но мы знаем, с какими завтраками сравнить здесь в отеле, где, в каких пятизвездочных отелях завтраки еще лучше. И даже, может быть, по цене, вернее, однозначно даже эти отели есть, которые по цене гораздо выгоднее. Поэтому здесь прикладываю свой, обязательно указываю свой WhatsApp, потому что мы, турагентство, у нас есть два юридических лица в России и в Казахстане. Вы можете писать мне на WhatsApp, и мы уже с нашей командой позаботимся о вас. Посмотрите только, какое количество обзоров у нас на канале. Поверьте, что в эту зимовку мы с Ренатом уже посмотрели огромное множество просто отелей, которые еще не успеваем, потихонечку-потихонечку выгружаем. В личной консультации вы получите всю информацию сполна. Сейчас мы подойдем поближе к кромке воды. Море чистое, прозрачно, такое пологое. Вы видите, как тут комфортно, что гости доплывают аж вон туда и задевают дно ногами. Значит, с маленькими детками здесь будет тоже очень комфортно. Прямо под этим видео напишите, какие обзоры вам интересны еще на Пхукете, какие отели вас интересуют больше всего. И знайте, что мы можем запланировать поездку именно в ваш отель, потому что планируем здесь быть еще до марта. То есть, представляете, у нас впереди еще 5 месяцев в наших новых видеообзорах, а также вы можете писать нам в наши соцсети. И если вдруг мы будем поблизости, то, конечно же, можем с удовольствием увидеться, пообщаться, поздороваться. Друзья, благодарим, что смотрите наш канал, канал для путешественников. Ваши лайки и комментарии нас поддерживают, продвигают наш канал вперед, выше. И мы с большим рвением и энтузиазмом стараемся снимать все больше и больше классных видеообзоров.